Представители яхт-клуба ждут не дождутся окончательного проекта реконструкции набережной Хабаровска. Они уверяют, необходимо как можно скорее обустроить акваторию. И доводы вполне объяснимы. Развитие получат и спорт, и туризм. Дарья Васина вышла под парусом. Пейзаж, конечно, не очень живописный. Под парусами здесь скорее крадутся, чем ходят. Но это пока. Уже к следующему сезону эту марину, так величают специально оборудованную лодочную гавань моряки, будет не узнать. Вторую жизнь получит издание яхт-клуба, которое построили полвека назад. Правда, профильное использовали недолго. Главное, появится причал на 30 стояночных мест. Основной момент это то, что акватория на сегодняшний день является очень мелкой. Здесь надо проводить очень глобальные, даноуглубительные работы. Дмитрий Воронин свой первый катер купил в 2005-м. Через три года открыл собственный яхт-клуб. На эту гавань у него планы грандиозные. Уверяет, попробовать свои силы в яхтинге с появлением новой лодочной станции сможет каждый. Как и провести увлекательный отдых с семьей. Очень печально было смотреть на то, что место используется непрофильно. И надеюсь, что у нас получится сделать это место визитной карточкой нашего города. Еще одна цель, которая стоит перед яхтсменами – популяризация парусного спорта. И акватория в центре города – самое подходящее для этого место. Именно отсюда теперь будут стартовать международные и городские регаты. Здесь же станут проводить обучение новичков. Спортсменам зададут верный курс. Научат уверенно стоять у руля. Для того, чтобы яхтинг и спорт с алмазом, объяснить молодежи, что яхтинг – это, в принципе, доступный вид спорта. Реконструкция яхт-клуба со стороны Северных ворот – один из заключительных этапов проекта по обновлению стадиона имени Ленина. Протяженность защитных сооружений в этой акватории составит более 300 метров. Причаливать смогут даже прогулочные корабли, а жители и гости города отправляться в путешествие по Амуру. Дарья Васина, Александр Ташира для программы «Настоящее время».